Поскольку я веду в своих ресурсах на YouTube, ВКонтакте и Facebook страницы, посвященные экстрасенсорике, мистике, эзотерике, то я либо притворяюсь, либо сам носитель этой идеологии. Но я вас хочу заверить, хотя бы в виде рабочей гипотезы, что не притворяюсь. В самом деле так считаю. Поэтому заглядывать в будущее я могу на основании экстраполяции, то есть судить по тенденциям, которые осуществлялись и были описаны, ну в том же самом историческом материализме, марксизма-ленинизма, значит о том, что вся история это борьба классов. С тех пор фундаментальных взглядов на историю, в общем-то, не предлагалось. Эпохи стали делиться на классическую и модерн, постмодерн, но сейчас явно наступает эпоха, которой названий-то нет. Постмодерн это будет слишком сложно. Вот, например, когда говорили про поколение, то, значит, после бэби-бумеров придумали поколение X, Y и Z. И тут, знаете ли, алфавит кончился. Казалось бы, что дальше-то? А, сначала начали. Теперь, значит, те, кому сейчас лет там 5-10, они называются альфами. И они тоже сильно отличаются, так сказать, от позапрошлых поколений. Ну, от соседей там процентов на 40, от тех, кто через поколение процентов на 60, и отличаются от X, так сказать, в разы. Вот, разумеется, они либо сильно похожи на бэби-бумеров, либо вообще ни на кого не похожи. Но я, скорее, считаю, что они будут похожи на нас, на бумеров, потому что за прошедший период с послевоенного, значит, что только не происходило с нами в Советском Союзе и постсоветской России, и что только не проходило на планете. Я считаю, что мир в известной степени переболеет не только ковидом, но он и переболеет и потреблением. Потому что вернуться к прежнему потреблению будет, ну, с одной стороны, опасно, а с другой стороны уже, знаете, у людей вырабатывается целый ряд привычек. Некоторые вещи, они не очень здоровые. Это называется, к примеру, остеоневротический синдром. Когда человек долго сидит в заперти, он через некоторое время начинает и бояться, и опасаться, и сомневаться выходить на улицу. Обнаружив, что можно очень многое получать онлайн, была охота деньги платить всяким там инструкторам, йоге, всяким преподавателям иностранного и так далее. Тем более, что произошла пересортица, и если раньше какие-нибудь крутые, раскрученные, хорошо и легко продавали свои услуги, то, оказавшись в результате, так сказать, необходимости вести онлайн-уроки, они оказались в конкурентной борьбе с другими, которые раньше никак о себе заявить не могли. А тут они все оказались на равных. Ну, он как Соловьев, например, решил с телевидения перебраться в интернет и превзойти блогеров из оппозиции. И, естественно, мы понимаем, чем это кончилось. Таким образом, значит, многие звезды, зарабатывавшие живьем, значит, перешли зарабатывать в интернете, столкнулись с необходимостью конкурировать с другими, а другие, как это часто бывает, могут оказаться более талантливыми. Тем более, что они сначала ввели свои занятия бесплатно, потому что, в общем-то, даром-то были нужны, а вот за деньги никому не нужны. Так вот, значит, вот эта вот виртуализация жизни становится уже такой нормой. Чего ходить в магазин, там, хвататься за какие-то предметы, которые, возможно, заразили другие покупатели. Онлайн-торговля, онлайн-обучение, онлайн-вечеринки, онлайн-совместные выпивки. Пойди плохо, там, наливай, у всех ноли-то. Выпивай. В общем, техника будет совершенствоваться. Но я, собственно, не про это. Как я подчеркиваю, будучи пропагандистом и сторонником мистического подхода, я говорю не как футуролог, который что-то там себе намыслил, а как сторонник того, что на Земле или будет рай. Есть такая легенда о Гипербореи. Для греков Гипербореи называлось то, что дальше Борея, то есть дальше севера, дальше Балканы. Под Гипербореей они понимали, в общем, территорию Восточной Европы. Современные Беларусь, Украину, Россию. Так вот, якобы гиперборейцы жили, будучи бессмертными, с богами общались запросто, проводили время в увеселениях эстетического образца, пирушках, философских беседах. И если кто умирал, то только потому, что, ну, как бы присытился вот этим самым. Но при том, что, умирая в одном теле, рождаешься в другом, это, в общем-то, типа, сидите, ребята, за столом, я сейчас выйду, а потом вернусь. Вот. Поэтому, значит, я считаю, что дальнейший мир должен переструктурироваться следующим образом. Те колоссальные деньги, которые уходят на неизвестно что, типа, там, полиции, армии, обороны, нападения, должны, конечно, переадресоваться не в план улучшения качества потребления, а в науку. Пусть наука открывает новые открытия. В искусство, пусть каждый талант себя реализует. Чего так в интернете-то корячится. Всем сцену, всем эстраду, всем полные залы консерватории, всем инструменты бесплатно. Вложить огромные деньги в развитие человека, чтобы все йоги, все гуру, все наставники, все сенсеи так и раздавали налево-направо, и пусть образуются группы не по принципу, кто смог заплатить или кто понравился, а кто наиболее одаренный. Это такая меритократия в области эзотерики, спорта, искусства и науки. Вот куда надо ориентироваться. А все остальное приложится.